Андрей, привет! Привет! Ты самый молодой топ-трейдер компании и торгуешь всего лишь полтора года. Давай попробуем с тобой разобраться, как ты этого добился. Чтобы сразу всем стало понятно, почему ты топ-трейдер, мы сейчас покажем твою торговую статистику. Ты не против? Нет. Чтобы смотрящие на нас сразу имели представление, почему ты на интервью. Как ты узнал о трейдинге? С чего все началось? Это был 2020 год. У меня брат ведущий мероприятий, и он решил, когда мероприятия были ограничены сильно, он решил где-то подзаработать, что-то новое попробовать и наткнулся на Форекс, естественно. Мы с ним как бы близко общаемся, поэтому я смотрел, что он там делает. Валюты какие-то, графики, уровни. Мне было интересно, но я особо не вникал, то есть просто, ну да, что-то интересное. Он там обжегся на Форексе, естественно, слил немножко денег. Потом попал в Алаб, это был 2020 год, август. Вот он год торговал. У него, условно, было два монитора, один с новостями, другой со стаканами. И, условно, там я читаю новости. Вроде интересно, но прямо вот сейчас я не был готов туда как-то вникать, потому что на носу было ЕГЭ, это было важно, чтобы переехать в Питер, соответственно. Как только мне исполнилось 18 лет, 30 сентября 2021 года, я сразу открыл счет на Binance, на крипте. Все скачал сискальп, смотрел там каких-то ютуберов по крипте, не помню названий вообще. Изначально опыт был на криптовалюте, с него все началось? Какие плюсы торговли внутри дня ты бы выделил? Почему трейдеру, который не имеет какого-либо представления о торговле внутри дня, стоит выбрать именно этот вид торговли? Первое – это достаточно высокая вероятность начать раскачивать счет свой, потому что ты торгуешь внутри дня, у тебя, как правило, первый год условно на короткие сделки очень, то есть открыл, закрыл и забыл, и забыл в смысле, и все, и не думаешь об этом. Капикулируешь быстро. Да, то есть так все динамично можно быстро на самом деле раскачаться на скальпинге. То есть… Как и чем плюсы? Ну… Быстрая раскачка? Ну да, возможность быстрой раскачки. То есть в средние сроки быстро раскачаться, это надо какой-то памп попасть с плечами какими-то, ну что-то такое, скальпинге там чуть-чуть, там чуть-чуть, в итоге и качаешься. Еще какие плюсы выделил бы? Ну торгуя внутри дня, ты все равно будешь быстрее всех остальных среднесрочников и так далее, потому что у тебя стакан прямо вот перед тобой, ты там, если вышла какая-то новость, ты в нее все равно залетишь быстрее в какого-нибудь позиционщика, скорее всего. Такого позиционщика, наверное, нету такой задачи, чтобы быть быстрее, он больше как-то с точки зрения фундаментала подходит. Ну да, но в этом и преимущество скальпера, то есть он заходит условно, а потом уже подключаются позиционщики, а он уже на них условно выходит, фиксирует какой-то прибыль. То есть скорость вот эта быстрее остальных участников, я думаю, это тоже преимущество. А минусы какие в торговле внутри дня? Ну, туда нужно очень много времени уделять, нужно сидеть за мониторами, минимум там часов по десять, наверное, в день, в начале как минимум точно, первый год-полтора. В настоящий момент ты студент в Петербурге, как тебе удается совмещать торговлю внутри дня, учитывая то, что ты сейчас сказал, что надо сидеть целыми днями, и учебу? Выбирать в моменте, пропустить пару или поторговать. Но важно ходить, а не важно не ходить, закрываться как-нибудь, дай бог, да и все, и хорошо. Главное поторговать. Наверное, главное заработать, а не поторговать. Ну, да. Когда говорят, главное поторговать, я сразу понимаю, что так, какая-то лудилка начинается поторговать. Андрей, откуда ты? Я из Хабаровска родом, сейчас переехал в Питер пару лет назад и живу здесь. Почему выбрал Петербург? Я не знаю, когда ставил себе какую-то цель с класса пятого, просто поставил себе Питер и просто даже не выбирал особо. Раньше это были плюсы близко к Европе, легко путешествовать и так далее. Сейчас, понятно, этого нет, но вот как-то так сложилось, что в итоге Питер. Сейчас ты здесь учишься? Да. На кого учишься? На бизнес-аналитику. Почему выбрал бизнес-аналитику? Что, тебе понравилось слово бизнес? Или это со стороны тоже родителей? Всегда нравилось что-то с экономикой, с менеджментом, такое, и чтобы, ну как бы, чтобы такое физико-математическое всегда мне… Я учился в физмате до девятого класса, но потом как-то не пошло с этим. Я перешел в соцэконом-класс и там с экономикой как-то мне ближе. Что у тебя за университет? Итмо. Итмо. А какой курс сейчас? Сейчас на третьем курсе. Возникают проблемы с совмещением твоей нынешней деятельности и учебы? Да. Особенно вот в этот месяц, в сентябрь, вот тут прям две недели прям такой хороший завал по учебе. Ну вот на прошлой неделе я буквально трогивал два полных дня из пяти, а в остальные дни там, может, по часу-два смотрел. То есть времени не особо хватает, но вроде через недельку-две будет полегче, там некоторые предметы закончатся, все такое. У тебя сейчас такие достаточно серьезные результаты торговые. Как ты считаешь, встанет ли вопрос с тем, что придется делать выбор? Я думал об этом, да. Ну, он как бы уже встает этот вопрос, то, что надо выбирать все равно там либо пару пропустить и поторговать. Ну, пока прям до отчисления я не думал. Во-первых, из-за ситуации, которая происходит, как бы отчисляться не очень выгодно. Ну и в целом вот так. То есть, ну, отчисляться пока не готов. Придется как-то что-то где-то. Варьировать. Как говорится, за двумя зайцами погонишься. Там, получается, у тебя могут поставить там оценку плохую. А здесь ты, можно сказать, рискуешь капиталом. И это достаточно так… Ну, оценка – это не страшно. Главное закрыть там предмет и все, чтобы без долгов больше. То есть, ты нацелен на то, чтобы все-таки пытаться усидеть на двух стульях? Ну, пока да. Пока думал, да. Что родственники говорят о твоей текущей профессии? Они вообще в курсе? Да. Что у них сын такой? Да. Я маме почти каждый месяц, наверное, отсылаю отчеты свои за месяц. Ничего себе. То есть, она… Ты высылаешь в виде скриншота или прямо расписываешь там подробные… Нет-нет, скриншоты из этой статистики. Ну, в целом, вот статья выходила месяца два назад, которую я писал. Да-да-да. Я ее скинул… Мы ее прикрепим сюда, чтобы все тоже почитали. Да. Я ее скинул родственникам. То есть, всем понравилось, всем интересно. Все поняли в итоге, чем я занимаюсь по этой статье. Ну, как-то, ну, позитивно относятся, то есть… Поддерживают? Ну, да. А нет конфликта того, что вот ты все-таки учишься студентом? Нет. Ну, по крайней мере, этот вопрос так… не обсуждался. Типа, либо то, либо то. Такого не было. Надеюсь, не будет. А когда ты только начинал торговать, была поддержка со стороны? До того, как ты показал результат? Или ты не рассказывал о том, чем занимаешься? Ну, как бы я переехал в Питер, и тут у меня никого не было вообще из родственников. Ну, и сейчас тут никто не живет из моих. И… То есть я как бы просто, ну, грубо говоря, занимался своими делами. Никто особо не видел. А когда пошли результаты, я их начал просто как бы показывать. Ну, когда я купил курс «Block Capital», я маме сказал об этом. Она как-то не отложилась у меня в памяти, что там что-то супер-хорошее или супер-плохое. Она сказала, ну, наверное, типа, ну, занимайся. Купил и купил. Ну да. Попробуй. Попробуй. Мне присылали видео уроки по одному в день. Я там с тетрадкой записывал что-то важное оттуда. Потом мне открыли счет. 24 февраля. Это был вообще мой первый торговый день. Да. Так. Как-то совпало. У меня в этот день прям разблокировали счет. И тогда я заработал, по-моему, тысячи три рублей. Самый первый день? Да. Как это? Не знаю. А, ну подожди. То есть у тебя был какой-то уже опыт? Ну, я понимал. Кнопки там вот эти все. А, ты уже это понимал. Так, хорошо. Сделаем на это скидочку. Ну, ты уже заработал. Ты помнишь, на чем и как это было? Там были широкие спреды 24 февраля. Вот. Его, наверное, и собирало. Ничего себе у тебя первый торговый день. Ну да. Как будто бы он, знаешь, сразу обозначил весь путь преодоления. Уроки ты получал потом? Потом там какое-то время биржа не работала. Недели две. Да. У меня открылись в фьючи. Примерно в середине марта начались занятия с наставник. Там, по-моему, два или три раза в неделю мы собирались. Кто был у тебя наставником? Саша Байдыков. Посмотрите обязательно с ним интервью. Я думаю, тоже будет интересно. Разбирали сделки, которые делали, вели дневник. Я его вел прям вот максимально подробно, как это вообще только возможно. И с каждым занятием там что-то новое фиксировали, какие-то ошибки. Чего тебе не хватило в обучении, на твой взгляд? Раскритикуй полностью. Что было, ну, прям откровенно, чего бы хотелось добавить. Ну, так в голову сразу не приходит, на самом деле. То есть, ну, у меня не было проблем именно с обучением, как бы, потому что я уже пришел с каким-то пониманием плюс-минус. Плюс я смотрел много твоих видео до того, как начал торговать на Московской бирже. Ну, мне в обучении всего хватило. Если вы хотите научиться торговать на Московской бирже и присоединиться к нашему сообществу трейдеров, оставляйте заявку на нашем сайте logcap.ru. Вопросы по курсу вы можете адресовать в нашем сообществе ВКонтакте. Обязательно подписывайтесь на наши соцсети. Все ссылочки будут в описании. Продолжим. Как можно было бы ускорить выход трейдера на заработок спустя то время, как он прошел обучающий курс? Что может ему помочь в этом, как ты думаешь? И может ли? Наставник, который будет серьезно заинтересован в развитии трейдера. То есть, он будет делиться фишками, которые есть в моменте на рынке. Просто наставник, который, понятно, расскажет ВАЗу, подготовит риск-менеджмент и так далее. Это понятно. Но вот именно, чтобы как-то пробустить трейдера, это наставник должен быть заинтересован. То есть, человек, который уже имеет большой бэкграунд с опытом и совместная торговля. Ну, не прям совместно. То есть, буквально, ну, вот есть на рынке всегда какая-то, не то чтобы тема, но вот то, что сейчас работает. Говоришь прямо, сегодня пробойный рынок, сейчас там ближайшее время, поэтому пробуй пробивать локалки активно условно. То есть, мне кажется, вот такого не говорят наставники. Какие ключевые периоды, пройдя определенный путь, ты бы выделил? Есть такие? Какие-то ключевые моменты? В апреле я себе поставил цель раскачать торговый счет до 100 тысяч рублей до лета. И в тот период активно ходила в сишка. Я вот каждый день почти там в зеленке, там по несколько, ну, по 10 просадок, по 8. Подожди, в апреле какого года? 22-го. При этом ты начал в феврале? Ну, в феврале один день, потом с 15-го марта. Март, в апреле, спустя фактически месяц торговли, ты поставил уже цель разогнаться. Подожди, дай мне осознать это. В апреле ты поставил цель разогнаться до лета до 100 тысяч на торговом счете. Так. Получилось? Даже раньше, на месяц. Вот это был такой важный период. А потом, до августа 22-го года, оно вот так и шло планомерно, то есть зарабатывало больше, 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 по чуть-чуть. И в августе был какой-то такой момент немножко проторговки в торговле. Как-то мало что прям получалось, но результат был положительный. Там я заработал 1050, что было меньше, чем в предыдущем месяце, естественно, но как бы хоть что-то. И вот с того момента закончился август, начался сентябрь, там была мобилизация. Рынок начал активно ходить, и там получилось еще как-то пробустить себя побыстрее. Плюс в тот момент я попал в команду в сентябре. И вот с этого момента как раз вот пошел еще сильней рывок. Если ты в феврале начал, в марте начал, в сентябре у тебя уже какой счет был размером плюс-минус? Это как раз полгода торговли. По-моему, я в про как раз попал, то есть 500 тысяч. А, от 500 тысяч. Примерно, да. Это очень быстро, немножко даже завидую тебя. Как эволюционирует трейдер при своем профессиональном росте? Я думаю над каким-то постоянством и... Постоянством в чем? В торговле. То есть если ты условно наработал какую-то свою ситуацию, ты новичок, у тебя там хорошо получается отскоки от плотностей условно. Лучше, чем пробой. То вот, ну, просто ставишь на это упор и качаешь именно эту сферу. Перестанет работать, будешь искать что-то новое. То есть я думаю, ключевой момент, если у тебя что-то получается у новичка, то вот как-то туда надавить в моменте. Потихоньку ты там понимаешь пробои, отскоки, где-то начинаешь тянуть потихоньку. Как это у тебя было? Например, ты понял, как собирать волатильность по тем или иным инструментам. А дальше? Собираешь. Активно. То есть ты поначалу просто собирал? Конечно, да. Это была сишка, да, собирал. Что тебя вынудило переключаться на какие-то другие виды? На пробои, отскоки и так далее и тому подобное. В сбор волатильности так и так входили эти отскоки или пробои. То есть это общее какое-то название. Но в тот момент, там, с марта по июль я почти ничего, кроме сишки, не торговал. А, сишку, РТС и что-то еще. Натуральный газ, по-моему. А в августе это все перестало работать как раз. И вот в этот момент нужно было искать что-то новое. Рынок вынудил тебя адаптироваться? Адаптироваться? Да. Расскажи о своей стабильности. В чем секрет? У тебя есть какие-либо дневные цели изо дня в день, по достижению которых ты останавливаешься? Есть какой-то фильтр сделок? И если ты не видишь каких-то четких сигналов для себя, не отрабатываешь торговые ситуации. Как оставаться стабильным изо дня в день? Я думаю это сильно зависит от самого человека, от его психотипа в первую очередь. То есть, если человек эмоциональный какой-то резкий, дикий в жизни, то и на рынке он будет таким же, скорее всего. И сложно, наверное, в таком, не говорю, что невозможно, просто, наверное, я не встречал таких примеров, таких эмоциональных людей, которые были стабильны в торговле. По поводу целей на день четкой цели никогда не было, но в каждом этапе была определенная сумма, при которой я понимал, что лучше ее сохранить и лишний раз там куда-то не лезть. Ну, в смысле, не то, что я не торговал больше, я сидел за компьютером, за мониторами, просто ждал какого-то, ну, верняка, наверное, или какой-то своей суперситуации. Такая сумма была, то есть, я ее обозначил, ну, как-то неформально обозначал просто в голове. То есть, достиг и все, на этом заканчиваем, уходим. Ну, не прям так категорично, но примерно так. То есть, вот этого мне достаточно. Достаточно и при этом ты остаешься за компьютером и наблюдаешь за рынком, находишься в рынке. Да. Поделись, пожалуйста, принципом роста торговых объемов. Поначалу у всех трейдеров есть табличка, ну, чаще всего с объемами, которые они могут использовать. Риск-менеджмент по просадке, соответственно, который сделал. У тебя была своя табличка или ты пользовался той, что на сайте? Андрей Лагунов показывал на мастер-классе табличку. Его табличку? Он сам ее читал? Ну, я ее переделал под себя, что там подправил. Ага. Ну, в общем, принцип был его, да. Вот этим объемом следующий. Раньше я, когда торговал там первые полгода, год, я считал, что Грааль в увеличении объема – это то, что у тебя увеличивается минимальный лот в сделке. Ну, как-то со временем это как-то наоборот переросло в то, что увеличение объема – это то, когда ты заливаешь максимально. У меня была сложность с увеличением объема. Я вот пока ситуацию прям не наработаю, я, наверное, там не увеличу объем. А что значит «на работаю»? То есть сколько раз тебе надо ее отработать, чтобы понять? Ну, не было конкретного срока, там условно две недели в плюс, значит увеличу. Как-то вот просто чувствовал, что вот сейчас уже надо увеличивать. Некомфортно, но надо зарабатывать больше. Знаменитая трейдерская чуйка. Да. Вот, просто когда чувствую, что надо, уже пора расти. Не было никакой привязки к просадке, к балансу торгового счета? Нет. В таком случае тогда есть риск того, что ты будешь, что называется, жестить. То есть имея какую-то просадку и якобы понимая ситуацию, да, допустим, ты ее отработал много раз, ты прям грузишь непропорционально тому риску, который у тебя есть. Такое случается, да? Ну, это немножко не про то, в плане вот, допустим, ну, возьму стишку опять же свою, которую я собирал тогда. Условно четыре лота я ее торговал, там с просадкой, ну, не знаю, 800 рублей, условно. Ну, я наугад сказал. Соответственно, там, поторговал, понимаю, что тут есть потенциал увеличения объема. Я могу это сделать, нужно дальше расти. И, собственно, я повышаю просадку на определенный какой-то там. Опять же, ориентируясь на табличку или уже нет? На табличку. Первое время на табличку. Соответственно, там просадка теперь 1200 рублей и объем там 6 лотов. Вот так. А, ну, соответственно, была все-таки привязка к просадке. С просадкой, да, конечно. То есть лимит потерь здесь в любом случае участвует? Конечно, да. Как бороться со страхом увеличения рабочих объемов? То, что говорил Юра на интервью, типа, клик побольше, этот ответ не принимается. Как перестать бояться? Потому что многие трейдеры сталкиваются с тем, что… Ну, вот все говорят, что надо увеличивать объемы. Ну, вот просто страшно кинуть человеку. У тебя была такая проблема? То, что тяжело? Да. Или ты постепенно просто… Было страшно, да, кидать объемы. И что делать? Кидать объемы. Первое время оно как бы так страшно, а потом адреналин во время увеличения объема. И как-то со временем оно становится все легче и легче. Как мне… Ну, у меня так было. В любом случае без вот этого укола адреналина не обойтись? Я думаю, да. Условно рабочий объем там 10 лотов. И ты кидаешь там 50. Типа расширить зону комфорта. Такие были ситуации? Наверное, нет. Возвращаемся к принципу. Если я отработал там стабильно неделю, увеличил на какой-то процент… Нет, такого и нет. Такого не было. Понимаешь ситуацию – увеличиваю. Не понимаю ситуацию – либо не трогаю, либо работаю рабочим. Ну, обычно… Ну, и не в 10 раз больше кидать. Там, может, в 2 рабочих. Ну, и тут уже много. Да, но не 10. Ты развиваешь какие-то навыки вне трейдинга? У тебя есть какие-либо хобби? Наверное, сейчас нет. Ну, я в футбол люблю поиграть. Иногда собираюсь, играю. То есть у тебя есть спортивное прошлое? Ну, оно не профессиональное. То есть просто я много играл любительски и все. Футбол. Просто нравился. Надо создавать свою медиалигу, да? Лока? Да. Как выглядит твой распорядок дня сейчас? Расскажи. Ну, просыпаюсь я обычно часов в 6-30, в 7 к открытию валюты. Я смотрю там первые 5 минут. Все, обычно ничего не происходит. Я ее сворачиваю. Все, открываю, смотрю новости, которые выходили. Готовлюсь к торгам по-разному, читаю аналитиков разных. И, собственно, все, в 9 утра открытие фичей. Я их смотрю. Давай немного детализируем. Для чего ты смотришь первые 5 минут торгов валют? Ну, вдруг что? Вдруг что будет? Например, вот чего ты ждешь? Что для тебя такое «вдруг что?» Например, если там юань тот откроется выше тома сильно. Такое пару раз было. Расхождение, и ты попытаешься это как-то отработать, да? Либо какая-то простричь. Ну, вообще какая-то неэффективность. Она может быть на открытии, на пустых стаканах. Рассчитываешь на то, что какого-то крупного участника размажут по стакану? Ну, да. Так, новости. Ты смотришь, готовишься через новости. Читаю новости, да. Что смотришь, где читаешь? Самые популярные телеграм-каналы, маркетвитс, фулл-тайм трейдинг, сигналы РЦБ. Вот это все. То есть, в общем, просматриваешь, что вообще было за последние дни. Классические новостные источники сейчас заменили полностью телеграм-каналы, да? Да. Этого, в принципе, достаточно для того, чтобы подготовиться? Да. То есть, у меня раньше стояло новости из КВК, интерфакс, но вот последние два месяца я их убрал, потому что они бесполезны в целом. Долго публикуют, да? Ну, с задержкой, да, конечно. После новостей у тебя просмотр? Ну, смотрю там разных аналитиков. Вот я, например, подписан на Аленку, на Элбиса. Я вот смотрю, что он там выкладывал по разным компаниям. Мне это в целом интересно. То есть, не только для торговли, а в целом для какого-то общего развития. Invest Heroes я читаю аналитику. То есть, ну, просто просматриваю. Они больше про какие-то позиционные такие истории. То есть, ты изучаешь просто фундаментал компании в целом, да? Да, мне это интересно. Но это вряд ли помогает для внутридневной торговли? Ну, по-разному. То есть, если какая-то идея, сделка, там, перенос один, два, три дня, она может как-то сыграть. Ну, сформировать какой-то правильный паттерн идеи какой-то определенной компании. Выстроить этот пазл, да? Да. Для того, чтобы понимать общую картину. Так, аналитиков посмотрел, потом… Потом графики смотрю. Технику? Да. Торговля, а потом как дальше распорядок дня? Торговля, вплоть до семи. Или учеба. Ну, учеба так. На втором экране открыл Zoom, там посмотрел. Подожди, подожди. В смысле Zoom? Ну, есть лекции у нас, они в Zoom. То есть, практики очны, а лекции в Zoom. Ну, дистанционно. Нифига себе. Да. Я не знал о таком. То есть, у вас есть пары, которые проходят онлайн? Да. Охренеть. Слушай, я в жизни такого не слышал даже. Ничего себе. То есть, подожди, у тебя может быть пара, и ты можешь параллельно стоять в позиции? Ну, конечно. А как еще? Охренеть. Торговля. И потом? Сижу до семи. Не отвлекаешься ни на что? Куда-то сходить, пробежаться? Нет. Поиграть во что-нибудь? Нет. Меня сфамит очень сильно, если я что-то пропущу. А, ты такой прям, да? То есть, ну, эмоционально… Именно на FOMO у меня есть вот такая эмоциональная штука. Если упустил что-то. Да. Есть разница в том, что если ты готовил какую-то идею и ее упустил, тогда да. То есть, я понимаю, почему это может быть обидно. А если же кто-то взял то, чего ты не видел и к чему не был готов? У тебя на это тоже? Смотря из-за чего я пропустил эту ситуацию. То есть, если я там сам, не знаю, пришел… А есть разница, если ты ее пропустил? Какая разница? Мне кажется, да. Есть? Для меня, да. Ну, если я пропустил свою ситуацию, это больно. То есть, там какая-то новость, подхай, что-нибудь такое. Это больно. Это неприятно. Вот. Все, я сижу до семи торгую. Потом смотрю открытие вечерки. Ну и в целом на этом именно торговля заканчивается у меня. Я либо еду кататься там на машине, куда-то просто проветрить голову. Либо просто прогуляться там, в пинг-понг поиграть. У тебя такой же подход, как у Юры? Чтобы развеяться, надо покататься на машине? Ну, нет. Я не так много катаюсь, как он. Может ли скальпер, Intraday Trader позволить себе не пялиться весь день в монитор? Как ты считаешь? У тебя есть такая цель, чтобы перестать сидеть весь торговый день? Ну, определенно эта задача стоит на какой-то срок, наверное, может лет через, года через 3-4 уже хотелось бы чуть поменьше сидеть. Ты говоришь, у тебя есть FOMO, то, наверное, можно с ума сойти, если торговать час и уходить. Ну, вообще, да. Ну, то есть ты все равно должен быть в рынке, так или иначе. То есть ты можешь не торговать, просто сидеть смотреть, но как бы понимать, что вообще происходит на рынке. Мне кажется, без этого сложно как-то. Ну, сидеть за монитором получается? Ну, да. То есть, не знаю, там многие включают сериалы, фильмы на другом мониторе. Ну, хотя бы так, чтобы видеть, что в рынке происходит вообще. Как ты думаешь, надолго ли тебе хватит в таком режиме? Ну, я молодой, думаю, надолго. Ну, молодой, не молодой. Все равно многие перегорают, знаешь, когда… Пока что ты полон сил и заряжен. Пока, да. И думаешь, что лет до 30? Ну, 30 – это, конечно, много, наверное. Почему? Мне через 5 дней 30 как раз. Ну, в смысле, если считать с 19, условно. То есть, если торговать 11 лет, наверное, это… Ну, то есть, в таком режиме, как сегодня, это сложно, я думаю. Давай поговорим непосредственно о твоей торговле. Какие торговые ситуации ты отрабатываешь? Что отрабатываешь? Что в твоем арсенале присутствует? Ну, первое классическое – это пробои горизонтальных, чаще всего, уровней на графике от часовика, я думаю. То есть, технические информации? Да. Техника. Плюс, конечно же, я отрабатываю новости. Последние 5 месяцев вот они прям сильно давали именно новости. Что касается техники, я думаю, многим понятно. То есть, есть какие-то технические уровни на часовике, ты видишь. А фундаментал на новости, как их отработать? Ну, если новость какая-то неочевидная, типа, Сбербанк заплатит 30 рублей диво, а там акция 180 условно. То есть, это очевидная новость. Если она какая-то там чуть поглубже, то чтобы… Ну, подожди. Очевидная для тебя, а для кого-то нет. Как ее отработать? Ну, как? Что должно произойти? Ну, оно понятное, что оно пойдет, скорее всего. Ну, пойдет, скорее всего, куда? Вверх или вниз? Не, ну понятно, если ты новичок, только пришел, тебе все это непонятно, естественно. С опытом оно придет, сто процентов. Вот мне непонятно, по какому принципу отрабатывается новость? Вышла новость? Вышла новость. Что ты делаешь? Пробегаю по ней глазами. Так. Если я вижу какие-то цепкие слова, там, слово дивиденды, это вот красное слово, там надо вникать, что там в новости. Угу. Какую-то цифру и так далее, или там что-то пообещают. Увидел ты цифру в Сбербанк 30 рублей, что делать? Просто фигатишь по стакану. По любым ценам? Да. Имеет ли вообще смысл вникать в новость, если вся реакция этой новости, она видна в стакане? Ты всегда пытаешься сначала разобраться в новости, или ты все-таки, ну, участвуешь непосредственно при публикации? Вот если там вот что-то такое прям сверхсерьезное, опять же дивиденды, там, может какая-то там доп. эмиссия, не знаю, что это такое, то чаще всего я полезу в стакан, как только я увижу это слово. Потому что ты первый не зайдешь, потом будет, может быть, больно. Было очень много новостей про ридомицеляцию, как ты отработал их? По ГЛТРу ридомицеляцию я неплохо отработал, объем там был небольшой, новость вышла где-то часов 6 вечера. Объем был не прям большой, но там удалось в начале движения зайти, хотел перенести, но как-то там на закрытии как-то не очень хорошо все было. Какой объем был, сколько удалось заработать в пунктах, в рублях? Кинул четыре с половиной тысячи лотов, что-то такое. Неплохо. В пунктах… Давай в рублях. Честно помню, да, в рублях, ну, тысяч 150 там получилось, даже больше, 160 там где-то. Где-то так. Что такое отработка торговой ситуации по твоей стратегии? Что ты должен видеть на графике внутри стакана, чтобы был произведен вход? Отскок, пробой, неважно. Ну, отскоки я редко торгую на самом деле, прям крайне редко. Чаще всего, если отскок я где-то и беру, то это на валюте, потому что она все-таки чаще боковит. То есть там отскоки более-менее хорошо работают. На акциях я, наверное, вообще не пробую такое даже. Что касается пробоев, то заранее как бы отметил себе определенный уровень, поставил сигналки туда в стакан. Собственно, при подходе к этому уровню сработали там сигналки. Ты видишь, что в целом лента немножко ускоряется. И надо пробовать хотя бы кидать сначала небольшой объем, посмотреть там, как оно пойдет. Что такое уровень у тебя, для тебя? Ну… Как ты это понимаешь? Два и больше касаний. А какой таймфрейм тебе интересен для отработки таких? Ну, от часовика, я думаю. Ну, по валюте, например, иногда хорошо работают там и пятиминутные локалки, если она как-то направленно идет куда-то. А как происходит фиксация позиции? Зашел в сделку, там пошло движение. Что должно произойти в стакане или на графике, чтобы ты зафиксировал сделку? Цель я заранее определяю на графе по каким-то ближайшим экстремумам. То есть ставлю туда себе уровень, там сигналки, алерты. Как только подходит, стараюсь перед ним. Ну, если я вижу, что там идет активность бурная, оно разгоняется, разгоняется как-то. Вот объемы подставляю даже там в хаи самые условные, большие. То я могу перед этим своей первой целью там скинуть, ну, треть, допустим. Еще на две трети постоять. Ну, вот обычно я фиксируюсь тремя частями, да. По цели, которую изначально поставил. А существует ли такой момент, как адаптация к циклам рынка? Ты замечаешь это? Ну, конечно, да. Да, оно есть. И как, быстро получается? Ну, судя по статистике, как бы, мне кажется, у тебя с этим вообще нет проблем. В первую очередь, опять же, я торгую в команде. И если там, условно, вот возьмем период, до января, с декабря по январь очень хорошо ходила валюта. Потом она резко встала. Мы все в этот момент хорошо полосили, потому что не поняли сразу, что она встала. И вот как-то начали смотреть, искать что-то новое, что сейчас работает. И, ну, вместе как бы гораздо легче найти что-то новое. То есть череда убытков – это такой сигнальчик, что что-то изменилось и надо тормознуть. Да, определенно. То валюта, да, она перестала давать заработать. А вы переключились на… Ну, наверное, акции начали ходить поактивнее, да. Тогда Сбербанк выходил из 140 на Дневке. Вот, как раз в январе, я помню, там участвовал. Вот, как раз с того момента пошел такой мини… Начало булрана на Мамбе. Какие самые распространенные ошибки, на твой взгляд, допускают начинающие трейдеры? Превышение объема. Не следя за риск-менеджментом, да? Я думаю, у них даже вначале особо нет понимания, что это. Ну, очевидно, если они этому еще не научились. Да. Андрей, можешь поделиться своими целями и планами на ближайшие пять лет в трейдинге? Первое, что я сейчас вижу, это выход на крипту. То есть я в нее вообще не лезу сейчас. Я думаю, надо как минимум хоть какой-то там депозит, более-менее раскачанный, на случай там был рано, чтобы уже быть готовым к нему. То есть в крипту точно надо залезть в ближайшие пару лет. Это сто процентов. Уже сейчас раскачаться, чтобы когда начнется сильный движ… Чтобы быть готовым, да. На всякий случай. Ну, а если она сейчас пилит и изредка как это сделать? Ну, и зарабатывают же ребята. Ну, зарабатывают, да. Значит, можно. И в пиле. Другой вопрос, как они, раскачавшись в пиле, смогут ли они быть готовы к булрану? Ну, да. Здесь тоже момент такой, потому что начнутся ножички, когда оно все полетит. А пять лет – это длительный срок? То есть… Ну, да. Ну… На московской бирже? Продолжать растить объемы. То есть я не думаю, что через пять лет я уйду в какой-то прям средний срок. Я думаю, я буду торговать внутри дня, очевидно. Надо наращивать объемы, ну, как-то, наверное, добавлять больше идейных сделок, если они есть, а они часто и имеются. Идейные – это имеется в виду позиционные? Ну, что-то овер одного дня. То есть там недельку можешь постоять, что-то такое. Что-то, может, более фундаментально как-то связано, не только по технике. То есть больше переключаться на средний срок? Ну, просто пытаться это внедрять. То есть одно другому не мешает, мне кажется. Согласен, согласен. Так, хорошо, это что касается трейдинга. А если говорить про жизнь просто, какие у тебя планы? Ну, хочется квартиру купить в ближайшие пять лет. В Петербурге? Скорее всего, в Петербурге, да. Если хорошо, закроется вопрос с военкоматом. Надеюсь, что я буду все-таки в России жить. Ну, да, хотелось бы квартиру в Питере. У тебя есть планы, если вдруг что-то пойдет не по сценарию, то куда-то перебираться? Ну, придется. Есть мысли заставить работать свой капитал? Ты сейчас уже заработал? Инвестирует. Как ты представляешь это? Как можно заставить работать свой капитал? Есть ли какие-то мысли по этому поводу? Да, хочется инвестировать. То есть сейчас есть определенная подушка, которую я накапливаю, и она у меня пока просто во вкладах лежит. Сейчас ставка хорошая, поэтому это неплохо. В каких вкладах? Просто сберегателем? В банке, да. Вот там 10, 11, 12 процентов годовых. А так, ну, конечно, я по-любому нужен инвестиционный какой-то счет долгосрочный. Как ты работаешь над этим? Работаешь ли? Изучаешь? Вот Invest Heroes, я у них купил курс про инвестирование недавно. Вот я его в сентябре начал проходить. На прошлой неделе из-за учебы там были нюансы, я его немножко пропускал. Но в целом вот там интересно, там прикольно. А о чем рассказывают? О фундаментальных вещах? Да, то есть у меня есть какие-то фундаментальные знания, все равно я в трейдинге как бы вручусь, там что-то понимаю, но вот в целом полной картины как бы правильной у меня нет. И вот этот типа курс, он заполняет, в общем, вот эти пробелы. Фундаментальный технический анализ, да, наверное? Там техники, наверное, мало, там больше про фундаментал. То есть то, как работать с отчетами компаний, да? Там все, есть такое, как оценивать статистику макроэкономическую. То есть там безработица выходит, понимать, что к чему примерно. Это надо брать курс у Антона Калевцова. Чтобы он прямо рассказал, как с этим работать. Кстати, кто не видел интервью с Антоном, обязательно посмотрите также на этом канале. Давай вернемся к криптовалюте. Какие у тебя вообще с ними взаимоотношения? Есть ли они соприкосновения? Я вообще начал с нее. То есть первые мои сделки, они были на крипте. Я там слил пару небольших депозитов за три месяца перед мамбой. Что такое небольшой депозит? Ну, 20-25 долларов. А, так это вообще можно сказать. Ну, для студента по две тысячи вот так отдавать было неприятно. Тогда еще по тысяче или по полторы, наверное. Ну, примерно. Она у меня не шла, да и сейчас не идет. То есть у меня там лежит 100 долларов. Я как-то иногда захожу на какие-то события, там листинги или скам какой-то. Захожу поскальпить, в итоге сливаю опять до 100 баксов и так каждый раз. В общем. То есть успехов нет? Крипте нет. Имеет ли место быть инвестиции в криптовалюту? Я верю, что да. Я думаю, это перспективная тема, так или иначе. Купить монетку и держать? Типа как Дмитрий Черемушкин ожидает биткоин по… Боюсь сейчас ошибиться. По-моему, свыше 100 тысяч. Ты считаешь это реально? Я думаю, да. Ну, то есть если не подходить спекулятивно, как-то оценивать именно глобально, что такое криптовалюта. Наверное, то есть инвестировать как в бизнес, как в сферу – это, я думаю, это перспективно. Расскажи, пожалуйста, о своей самой большой ошибке, которую ты совершил за период своей торговли. Она не такая большая по лосю, то есть убыток не такой большой, каким он мог быть. Но это была ситуация в декабре на фьючерсе юаня. Это была вечерка. Валюта тогда активно ходила. Я всегда смотрю открытия вечерки, смотрю там на юане как-то он то ли сильно высоко открылся, что-то такое. Я кинул вообще небольшой объем – 200 лотов. Просто посмотреть в шорт. И почему-то у меня осталась сверху лимитка на 3000 лотов. Я не помню почему. Может, я на премаркете. Нет, тогда премаркета не было на фьючах. В общем, не знаю. Почему-то я оставил там лимитку в 20 пунктов от цены. Все, я уже планирую закрывать эти 200 лотов. Она там сходила. Пунктов, не знаю, 20 условно. Планирую их закрывать. И происходит прострел в мою лимитку. В 3000. Да. Стакан на вечерке малоприятен. Собственно, я в панике, я сижу. Думаю, что теперь с этим делать. Не сразу не выхожу по контролу, потому что я понимаю, если нажму контрол – это все. Пунктов, ну, 40 точно я выкину. Стараюсь как-то по чуть-чуть, небольшими лотами выходить в нуле. Или в небольшом минусе. Подскинул, может, лотов 500. И, видимо, так получилось, что там была локалка. В лонг. Меня начало нести пунктов на 15. Просадка тогда была 50 тысяч рублей. Собственно, там пунктов 25 оно еще сквизануло, и меня моржануло. Давай, для тех, кто не совсем в теме внутридневной торговли. Просадка – это лимит потерь на день. На день, да. Моржануло. Не моржануло, в смысле отдал счет. Да. А то, что ушел по просадке. То есть отдал. Сколько получился минус? Восемьдесят тысяч. Восемьдесят. Это не самый большой минус твой? Ну, на самом деле, самый большой, он не сильно больше. Вообще небольшой убыток получается. Да. А на чем ты отдал больше всего? Что это было за ситуация? Вот если взять именно ситуацию. То есть не так, что по дню. По дню у меня максимально лось 1110. И это просто был совокуп каких-то стопов. То есть много всего. А такой самый кровавый трейд – это что было? Это был Циан. Так. Интересно. Это было пару месяцев назад. Как раз я ждал новости по редоминцелляции. Наверное, это был конец июля. Вышла на открытие какая-то новость по Циану. Я ждал новости по редоминцелляции. У меня стоял стакан. И у меня стоял большой клик там. Я задурил. Это было открытие. Это был понедельник. Не знаю. Не проснулся. Не знаю. Стоял большой клик. Я новость особо не читал. Просто увидел Циан. Просто нафигачил туда 6 тысяч лотов. Ого. Она 20 копеечная. Смело. Это было неприятно. Расширил зону комфорта? Да. Так. Это был самый большой убыток по трейду? Трейду тогда дал по-моему 1120. И за день у тебя тоже 120. Ну там 110 чуть поменьше. Но это были разные дни. Хорошо. А какой у тебя самый запоминающийся лучший трейд? Что это было? Я думаю это когда ЦБ объявил мне очередное собрание. Вот 15 августа. Объявил он 14. Я тогда. Я ждал эту новость. Ну вернее не то чтобы ждал. Я. Мы с командой ждали что выйдет какая-то новость. Что надо как-то регулировать. Укреплять. Укреплять рубль. Соответственно как только вышла эта новость. Ну очевидно что ставка они хотят скорректировать рубль. Остановить ослабление. Я сразу залетел в валюту. Сначала залетел на хороший для себя объем в сишке. Тогда залетел на 700 лотов. Но вот в первые две минуты просто она стояла на месте. И туда-сюда ходила. В итоге импульснула наверх. Мне пришлось скинуть приличную часть. В итоге в сишке я стоял лотов. 250. И в юане фьюче тысячи две наверное с половиной. Ну вот я протянул это движение. Не дотянул долой естественно. Никак этого не сделать. Хотел оставить с переносом. Но не хватило мужества. И хотелось финрес уже зафиксировать. Сколько получилось взять? В районе миллиона. Это лучше. Ну фактически это один и тот же трейд. Вне зависимости от того, что это два разных инструмента. Ситуация она в принципе одна. Ну через неделю еще был Лукойл. Там получилось тоже ровно миллион. А на Лукойле как получилось? На новости о выкупе у нерезидентов акций. Просто вышла новость. Ну все, залетаешь на все что есть. И сколько ты зашел в лотов? Четыре с половиной тысячи лотов. Неплохое движение получилось. Есть ли какие-то ритуалы, которые ты делаешь изо дня в день, при подготовке к торговой сессии и после того, как сессия заканчивается? Именно для торговли. Раньше я очень много смотрел стримов Стаса Чудайева. Я буквально пересмотрел каждый, наверное, минимум по два раза. Обязательно посмотрите интервью с ним. Я думаю, многим понравится. Вот я просыпался раньше, садился за компьютер, просматривал там новости, какие-то графики и ставил себе на соседний монитор стрим Стаса. То есть я просто слушал из того, какая-то ситуация, я смотрел внимательнее, смотрел, что он делает. Вот для меня, наверное, это был определенный момент, какой-то типа ритуал. То есть я вот каждый день смотрел. А он каждый день делал? Ну, я записи смотрел. А, записи. Все, понял. Я думал, прямые трансляции. А после торговой сессии ведение каких-то записей, может? Прям ритуала не было. Если как-то не идет торговля, то у меня есть психологический блокнотик. В него я там делюсь мыслями, да. Расскажи, как описываешь. Ну так, пример. Я всегда начинаю с описания того, что у меня сейчас есть. То есть я расписываю, какой у меня торговый счет, какой сегодня финрез, как было там последние две недели. По результату пишу, чем я недоволен, почему я там какой-то расстроенный и так далее. Как-то стараюсь, может, в общем, высказать это в книгу, в блокнот. По-моему, это называется экспрессивное письмо, что-то такое. Вот выписываю, из-за чего, в общем, так случилось, почему, надо ли с этим что-то делать, или это нормально. А ты возвращаешься потом к этим записям? Какой в них смысл? Что ты в них закладываешь, помимо того, что ты вот сейчас описал? Ну, я думаю, в первую очередь, это польза в моменте. Так, ну, типа, высказаться. А вообще, ну, все равно, как бы поностальгировать, приятно вернуться туда, просто почитать, как было. Возвращаешься. Да, да. Там много записей еще, когда я был совсем зеленый. Какие инструменты или торговые площадки у тебя любимчики? Есть ли такие? Я думаю, нет. Я думаю, на каждой акции, валюте, фиче, какая-то ситуация, да, может быть, своя хорошая. Прям любимого нету. То есть главное, чтобы двигалось? Да. Ну, из такого я, наверное, больше просто люблю какие-то голубые фишки, то есть вот не ликвиды. Определенное время я к ним прям как-то сильно скептически относился. Прям вот, не знаю почему, просто вот как-то они меня… Вот эти движения, когда в стакане очень много трейдеров и там один-два крупняка, для меня это было тяжело, мне это вообще не получалось какое-то время. Но вот последние месяцы они ходили, я заставлял себя их торговать. Надо было учиться как-то наверстывать это. Вот. Успешно? Ну, в целом, что-то получилось заработать. Мы касались тему фишек неэффективности с Антоном Клевцовым. И можешь поделиться какими-то своими фишками, которые удалось отработать, найти на нашей бирже Московской? Ну, первое, что приходит в голову, оно было достаточно давно. Это был май 22-го года. Там был участник по нефти, он просто ставил как бы плотности, наставлял их выше, 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 потом все снимал. Соответственно, я брал и с ним, и он снимал, и я брал вниз. Так. Ну, из такого, кстати, из похожего есть еще сишка. Вот он последние месяца два-три, наверное, он нормально не отрабатывался, участник на сишке, с айсбергами. А вот раньше он появляется, ты с ним заходишь, он проталкивает цену довольно сильно. То есть появляется айсберг-заявка, в которую, получается, проходят продажи, да? Например, если... Ну, ты понимаешь, что это айсберг, то есть он обновился, 500 лотов. Все, от него сразу выставляется очень много трейдеров, очень много объема. Ну, надо успеть залетать, желательно первым, потому что потом... Он переставляет. Да. Но он становился потом хитрее, он снимал, опять ставил. Вот так. То есть он моментами работает, моментами нет. И удавалось это эксплуатировать, зарабатывать. Да. А и сейчас на данный момент есть что-то, что работает? Может быть, к тому моменту, когда это интервью выйдет, уже перестанет это работать, поэтому... Я понимаю то, что не хочется делиться какими-то такими фишками, но... Может, все-таки что-то эксклюзивное? Ну, на самом деле, вот прям фишки-фишки какой-то темки я сейчас не наблюдаю, честно. То есть сейчас последние месяцы, как по мне, темка — это новости. То есть есть... Если ты первый успеваешь, ты вообще можешь почти на любой новости там брать хороший либо скальп, либо потянуть. Как по мне, новости — это вот основная тема была. Новости, они всегда работали? Ну, как бы, да. Просто сейчас их чуть больше, чем раньше. Да. Ну, тем не менее. Как ты распознавал эту фишку? То есть это просто наблюдением или ты, пересматривая видео... Ты, кстати, ведешь видео записи своих экранов? Сейчас уже нет, раньше вел активно. Вот эти фишки ты как находил? С помощью коллег в чате или как-то своим наблюдением? Ну, у Айсберг мы замечали всей командой, как правило. Но отрабатывать сначала его никто не хотел, кроме одного человека с большим опытом. В общем, он нас провоцировал, чтобы мы его отрабатывали. Прям так, настойчиво. А он начал отрабатывать? Он отрабатывал, каждый раз там хорошо брал и просто спрашивал, типа, а че мы не отрабатываем? Ну, халява же. Вот. Мы стали действительно, начали пробовать. Это, кстати, к вопросу. Как раз таки я спрашивал, да, что нужно обучающемуся трейдеру, чтобы был наставник, который подталкивал немножко к действиям. Что касается личностного роста. Читаешь какие-нибудь книги, литературу, фильмы? Может, какие-то подкасты интересные? Я начал читать книгу. Называется «Экономический образ мышления». Не помню автора. Ну, я её только вот буквально начал пару дней назад. Чем она тебя так привлекла, что ты её начал? Антон Клевцов показывал когда-то давно свою коллекцию в библиотеку. Он там показал эту книгу. Я почему-то так поизучал, посмотрел. Ну, вроде интересно. Чему посвящена она? Ну, это, в целом, как работает экономика. Как вот единое что-то большое. О психологии почитать что-то? О том, как вести бизнес, как заниматься недвижимостью. Ну, что-то такое. Мне в университете хватает. Этого хватает? Да. Ты упомянул, что у вас сейчас какой-то проект посвящён чему? У тебя там домашнее задание какое-то? Ну, типа стартап, описать его. Как это происходит? Как ты работаешь? Как ты создаёшь стартап? Да, там всё на самом деле просто. То есть преподаватель даёт задания в презентации. Объединяйтесь в команды. Распределяйте задачи по списочку. Ну, и всё. Каждый выполняет своё, и всё. Какие бы ты дал себе советы начинающему в торговле внутри дня? Ну, наверное, можно было поагрессивней работать. Я очень аккуратничал, на самом деле, много. Что такое поагрессивнее работать? Ну, как это выглядит? Объёмы те же самые. У меня был определённый… Ну, она как бы, наверное, и сохраняется. Проблема с повышением объёма. То есть для меня это не прямо легко. Я знаю трейдеров, которые просто всё равно в целом, каким объёмом работать. А у меня… Вот я долгое время пока не набью какую-то статистику. Ну, пока прям вот не пойму, не разберу какую-то ситуацию, я в неё не залью. По крайней мере, я так делал, когда был начинающим. Сейчас, понятно, чуть поагрессивнее работаю. То есть работать поагрессивнее. Что ещё? Ну, я бы в команду пораньше пришёл. То есть я в неё пришёл уже спустя месяцев семь после начала торговли. Почему? Ну, команда — это своеобразный грааль в трейдинге, как по мне. То есть до этого сидел в общем чате. В первое время было полезно. То есть на уровне команды, когда сидело не так много людей и много на тот момент топов компаний. Было полезно, они все общались там. Потом все начали как-то разбегаться. Из общего чата стало больше новичков и как-то уже было некомфортно. То есть я уже чаще сидел просто в тишине. Всегда полезнее слушать людей, у которых есть торговый опыт. Ну, конечно. С начинающими, я понимаю, да, тяжеловато. То есть команда, что ещё? Давай третья, чтобы ты себе посоветовал. Третья. Наверное, меньше переживать за каких-то неудач локальных. А как выливается это, как выглядит это переживание? Я помню первый месяц торговли. Я очень хотел level up сделать. То есть удвоить счет за месяц. И у меня там осталось буквально два дня. И ещё надо было там заработать порядка тысячи рублей, что-то такое. И вот в те два дня я помню, я прям переживал. Мы прям с девушкой гуляли, мы прям обсуждали там, блин. Вот если я это не сделаю, мне будет сложнее развиваться. Это точно надо, этот level up. Он мне нужен. Вот этот стресс, я его прогонял вечером после торговли. Вот как-то в итоге получилось его сделать level up. Но в моменте стрессово. И вообще не нужен был этот стресс. Казалось бы, благая программа, которая есть, а оказывается она заставляет стрессовать. Успешный трейдер – это для тебя кто? Успешный трейдер – это человек, который… У него есть определенная стратегия своя, которую он выработал через боль и так далее, опыт. Он действует согласно своим правилам, не нарушает риск. В общем, базовые вещи такие. Возможно ли не нарушать риск? Ну, вообще, наверное, да. Ты не нарушаешь никогда? Конечно, нарушаю. Заливные ситуации. В моменте, который кажется заливными, они потом могут такими не являться. Фактически, рано или поздно появляется такая ситуация, когда ты не то что вынужден, но это оправдано. Это оправдано. Да. То есть, когда риск оправдан, ты можешь уйти от правил. Как быть успешным трейдером, если ты уходишь от правил и нарушаешь риск? Если трейдер берет на себя какой-то риск, какой-то заливает объем. То есть, опытный трейдер, он же понимает, что он делает, и какой риск он понесет в случае чего. В случае какой-то катастрофы, скажем так. То есть, он принимает этот риск? Я думаю, да. Вот в том числе, это одна из черт успешного трейдера. То, что он полностью контролирует и понимает, что он делает, в первую очередь. Что касается целей. Ты ставишь торговые цели внутри дня, либо от дня ко дню, либо в течение недели, месяца? Нет. Вообще нет. Раньше ставил, когда… Ты как Юра, который вообще бесцельный. Ну, идет как идет. Не, ну я ставлю какие-то общие. Вот, допустим, в начале года я себе поставил определенную цель по депозиту, по торговому счету, которую я хочу. Вот, такую общую. То есть, хотелось бы за год. Не получится? Ну, ладно. То есть, я, наверное, делал все, что мог. А если ты добился там первые два месяца своей цели? Что делать? Делаешь новую. Ставишь новую цель. Но она не должна загонять тебя в какие-то рамки прям. Чтобы ты вот… Кровь из носа. Каждый день вот все, цель идут туда. Там просто тратишь все свои ресурсы на это. Мне кажется, трейдинг вообще не про это. На мой взгляд, логично поставить завышенную цель. Да? Я понял. Ну, то есть, ты же в любом случае тогда дойдешь до вот этой. А если ты дойдешь и до завышенной, ну, тогда ты просто красавчик. Я понял. Я слышал о таком подходе, но я его не практиковал. Это же идеально просто. Ну, там, условно, хочу миллион. Так поставь себе два и как бы на пути к двуму у тебя будет миллион. Ну… То есть, ты уже будешь… Молодец. Наверное, это рабочая тема. Рабочее место трейдера. Давайте посмотрим, что у Андрея за сетап. На чем он работает, как он работает, что использует в своей торговле. Расскажи, пожалуйста, что у тебя здесь. Главный монитор Samsung 4K 32 дюйма. У большинства трейдеров именно такой. Вертикальные мониторы Asus 27 дюймов, 2К разрешение. И вот этот монитор тоже 2К 27 дюймов. Это вообще первый монитор, который я там купил с трейдинга, можно сказать. Что у меня тут? Основные, собственно, инструменты. Валюта, фьючи, акции. Графики от КВК. Соответственно, тут тоже стаканы. Тоже стаканы. Телеграм с новостями. И, собственно, браузер Vivaldi, чтобы больше графиков было видно во время торговли. А зачем тебе графики сверху и графики под стаканами? Вот эти графики, которые под стаканами цен, они помогают как-то? Конечно. Ну да. То есть ты на них ориентируешься? Да. Там просто удобно, если... Как бы тут маленькие графики. Удобно открыть, посмотреть что-то. Так, а там? Что у тебя за стаканы, графики? Нет. Тут у меня стаканы специально под редомистиляцию. Все стаканы. Жду список Мишустина, который он обещал. И вот. Чтобы отработать быстро ситуацию. У которых есть какой-то новостной фон. Чтобы быть готовым, да, сразу зайти. Так, а здесь? Здесь, ну, либо тоже новостные, либо там чаще не ликвиды стоят. Обычно. Если они ходят. Чем отличаются графики там от графиков внизу? Есть какое-то практическое применение? Да нет, наверное. Ну, там индекс стоит. Всякие мировые валюты. Типа евро-доллар. Там ежедачин. Ну, в общем, того, чего нет снизу. А зачем ты их смотришь? Ну, ежедачин, есть валюта. Надо смотреть и мировой график. А евро-доллар. Ну, если статистика какая-то выходит, тоже смотрю. Еда я тоже отработать на фичи. Глядя на мировой, как на спот, да? Ты отрабатываешь, типа, наш? Ну, просто, чтобы ориентироваться, что вообще происходит там. Например, мировой пошел наверх. Что? Ну, вот недавно была ситуация на статистике. Мировой полетел едой наверх в лонг. А у нас стоял айс шертовый. Соответственно, вот легкая точка. И ты заливался в этот айсберг, рассчитывая на то, что он будет догонять мировой? Да. Так и было. А новостные источники, да, какие-то? Расскажи об этом. Да, самые базовые. Маркетвитс, Мерцебес, стоксигналс, фуллтайм, смартлап новости. Ну и все. Ну и майнд нотификейшнс, это типа уведомления о клиринге и так далее. Платные какие у тебя источники есть? Платных тут нет, но вообще Priority пользуюсь. Priority только им? Да. Или есть еще какие-то интересные? Нет. Здесь у тебя в квике указаны процентные изменения и оборот. Как оборот влияет на принятие решений? Тебе это нужна информация? Ну, принятие решений вряд ли как-то влияет. Просто видишь, что бумага как-то сильно растет на объемах, как-то обращаешь просто на нее внимание. То есть может какая-то новость скоро выйдет, что-то такое. Как бы в преддверии новостного фона новостей каких-то могут подразгонять, да? Либо подсливать. Ну да. Так, а где тогда монитор под YouTube? Он вот этот? Это, получается, где сверху закрываются графики, да? Да, да, да. Мы их скипаем, включаем YouTube или какое-нибудь кино, сериал и отдыхаем от того. А где Zoom у тебя проходит? Как ты обучаешься? Обычно где-то вот здесь. А вот так внизу, да, вот здесь уже? Да, да. Так. Хорошо. А что за клавиатура? Что за мышка? Я, честно, не знаю, что за клавиатура. Даже не скажу. То есть обычная совершенно, да? Без каких-либо приоритетов ты выбирал их. Да, но у нее есть подсветка там с разными режимами, но я очень редко пользуюсь. Мышка Foto Edge Bloody, я не знаю, лет шесть уже только их покупаю. Коврик, соответственно, такой же. Почему только их покупаешь? Просто удобно под руку? Да. Либо привык? Просто привык и не вижу смысла менять. Все устраивает. Очень болезненный вопрос среди комментариев в YouTube. Раньше было, сейчас уже нет. Все пытались узнать, что у меня за стул, за кресло. Расскажи о своем. Как ты его выбирал? Почему ты его выбрал? И рекомендуешь ли? Купил я его, по-моему, год назад. По-моему, шесть тысяч рублей он стоил в DNS. Какой-то Zombie S8. Ну что-то такое, не знаю. Просто я его увидел в магазине, присел, ну вроде удобно. Все заказал домой и сижу. Но я его хочу поменять, он мне нравится. Почему? Ну, я бы хотел спинку как-то регулировать. И как-то он же хлипенький. Тоже, короче. В общем, и жил себя уже, да? Да. Что касается характеристик компьютера. Можешь вспомнить? Ну, мы обязательно пометим их сейчас, они на экране появятся. Вот. Может, расскажешь, что там? Компьютер я собирал вот этот новый летом этим, в июне. А, то есть он прям вообще нуль, можно сказать. Да. Там процессор Ryzen, по-моему, девятый, 5900X. Какой-то такой. Видеокарта GTX 3070 Ti. Материнка там B550, по-моему. Не помню название, честно. Что за микрофон, общаешься с ребятами в Дискорде? Микрофон, по-моему, 1200 на Алиэкспрессе. AmpliTube, какой-то там. Потом название Skin. Самый обычный. Ну, свои функции выполняет. Ну, конечно. И нормально. Отлично. Собственно, все. Вот так выглядит рабочее место трейдера. Может быть, кому-то будет полезно. Вы что-то для себя подберете. Как бы ты описал свой психотип? Спокойный. Равновешенный. По тебе видно, что ты очень сдержанный. И ты вообще легко идешь на контакт? Или держишься особняком обычно от других людей? Чаще всего в какой-то незнакомой для меня обстановке, наверное, я чаще посижу лучше один. Мне так покомфортнее. Я не вижу необходимости в чем-то другом. То есть это, наверное, ближе к интровертам, да? Что-то такое. 100%. Тем не менее, у вас есть команда. Как она образовалась? С самого почти начала торгового пути мы общались с Юрой, с Авлуком. Мы начали переписываться. Мы там увиделись в Питере. Пообщались. Я ему показал, что сейчас на рынке происходит. Там какие-то темки, фишки. По той же Сишке. По РТС. Вот. Мы с того момента как-то вот заобщались. Все время до сентября переписывались активно. И в течение дня, и вне торгового дня. Но как-то в Голос не заходили. Голос — это общий чат нашей компании? Да. И в сентябре у них уже была команда у Юры. Там было три человека, включая его. И 30 сентября как раз это был мой день рождения. И в этот день должна была выйти новость по Газпрому. Мне Юра за день пишет, типа, заходи в Голос, будем ждать новости. А, это та злополучная новость, когда всех размазюкало, да? Именно, да. Все, он меня позвал в Голос. Я на следующий день подключился. Мы сидели вчетвером. Все как-то торговали. Наверное, недели три. Потом один человек нас покинул. Мы набрали еще одного человека. Нас было четверо. И мы так сидели до, ну, наверное, до декабря. Потом набрали еще одного. И в марте еще одного. И все. На этом, я думаю, мы пока никого не будем брать. Как образование команды повлияло на твои профессиональные качества? Ты связываешь это, свой какой-то рост профессиональный, именно с тем, что команда, может быть, как-то помогла? Да, это прям серьезный дало такой рывок. У тебя больше глаз, опытных глаз. То есть там не сидели новички. Там сидели все ребята с опытом, с какими-то хорошими объемами. И каждый был как бы заинтересован в том, чтобы мы вместе что-то там находили, что-то делали. И у нас как-то сразу совпало не только в плане торговли. То есть мы в торговле совпадали, отрабатывали плюс-минус те же ситуации. Но и как бы по личности, по юмору, что, мне кажется, тоже очень важно, чтобы собрать команду. Чтобы приятно было всем общаться. Ну, конечно. Мы же не роботы как бы сидеть, просто обрабатывать информацию, говорить четкие там ситуации сделки. То есть надо все равно общаться. Я думаю, это большая часть времени разговоров в команде. Это просто общение. Вот. С этим нам повезло, мы совпали. Как ты думаешь, почему у большинства трейдеров не получается биться желаемых результатов? В первую очередь, я думаю, сильно влияет стартовая точка человека. То есть есть ли у него свободное время по 10 часов в день уделяете торговле. Есть ли у него там какие-то долги, семья и так далее. Чем старше человек с новостями, у него этого, как правило, больше. Поэтому есть статистика типа, что скальпинг как раз для молодых. Потому что типа нет никаких там обязанностей условно и все такое. Что нужно делать изо дня в день трейдеру, чтобы добиться желаемых результатов? Торговать свои ситуации. Если ты не держишь в голове свою условную стратегию, то хотя бы запиши ее как-то формально. Я никогда этого не делал, никогда честно этого не понимал. Когда четко расписываешь, я отрабатываю пробои. Ты же только что посоветовал это. Я к тому, что если человеку это необходимо, то хорошо. Просто мне это не было необходимо. Я этого не понимал часто. Вот эту формализацию полную торговли. Когда ты просто как робот себе описываешь все действия. Я не очень это как бы приветствовал и так сам не делал. Почему? Что тебя в этом смущает? Все равно каждая ситуация она все равно разная. Вот так или иначе ты не можешь написать условно активность перед уровнем. Там я захожу на такой-то объем, выхожу через там 70 пунктов. То есть все равно каждая ситуация будет отрабатываться вообще по-разному. И трейдинг, в общем вот эта свобода должна быть внутри сделки совершать какие-то, какие-то может новые там для себя движения и так далее. То есть я не считаю, что это должно быть что-то вот четкое. Просто как робот ты делаешь одно и то же прям. Не это ли дисциплинирует как раз таки четкие правила, которые ты обозначил? Нет, правила да. Я именно вот про стратегию, прям про торговлю. То есть я считаю, что должна быть какая-то свобода все равно внутри сделки. У тебя не было такого, что ты вообще описываешь торговую ситуацию? Не приходилось? Стратегию, собственно? Да. Нет, я ее не описывал. Никогда. А что описывал помимо психологического дневника? Ну первые месяцев пять торговли я активно вел дневник трейдера со сделками. То есть именно вот разбирал, на чем заработал, на чем отдал, что надо сделать, что исправить. Как ты думаешь, если провести какую-либо статистическую сводку по тем сделкам, которые ты описывал в этом дневнике, можно ли найти какое-то средневзвешенное значение при отработке очень похожих ситуаций? То есть это же та же самая формализация получается торговой стратегии? Конечно, анализируя свой дневник, ты будешь находить закономерность, где ты часто зарабатываешь, где ты часто отдаешь. Но все равно эти ситуации, они чем-то там будут отличаться. Ну у тебя же никто не заставляет писать четкие границы выхода, как ты сказал, 70 пунктов. Вот я именно про это, про четкую формализацию, я вот против этого. И финальный. Статус сказал Брюс Ковнер. Начинающие трейдеры торгуют в 5-10 раз больше, чем нужно. Они принимают от 5 до 10 процентов риска по сделкам, где надо принимать от 1 до 2 процентов риска. Возможно ли определить циклы активности рынка, когда стоит быть у терминала все доступное время, а когда лучше даже не прикасаться к клавиатуре и мышке? Возможно ли это? Как ты считаешь? Я думаю, не получится сделать так, что ты четко знаешь условно, когда рынок будет ходить и надо сидеть торговать весь день. Когда рынок не будет ходить и ты не будешь делать ничего и ничего не терять. То есть так оно не работает и все равно, чтобы понять, что рынок встал, ты должен это понять на своем финрезе, как по мне. То есть сложно глазами это просто понять, когда ты последние два месяца зарабатывал на определенной там ситуации, на определенном рынке. Без лося сложно понять, что этот рынок закончился, как по мне. То есть и вот разграничить так, чтобы вот прям понимать, когда не надо трогать рынок. Можно примерно как-то это делать, искать какую-то середину, но все равно ты будешь из-за этого пропускать ситуацию сто процентов. Из-за того, что по каким-то своим критериям не будешь заходить в рынок. Все равно что-то пропустишь, зафомишь и пойдет. Ты часто сталкиваешься с этим, с ФОМО? Да, я думаю, это моя такая ключевая проблема в торговле психологической. И как это выражается? Выражается ли как-то вообще? Или ты просто пострадал, поплакал в подушку, вот пропустил ситуацию? Как это? То есть я не вхожу в тильт после этого? Не входишь? Чаще нет, но бывает конечно. Если это прям какая-то сверх ситуация, вот если бы я отошел там на кухню во время того же Лукойла, когда вышла новость по выкупу нерезидентов, я бы отошел в этот момент на кухню, я бы расстроился очень серьезно так. Не знаю, что бы я делал на рынке после такого, в плане тильтовал бы я в этот момент сразу же пошел куда-то залетать. Но очевидно было бы мало в этом приятного. Но я думаю, большую часть времени я с этого не тильтую. Это просто так бьет немножко по уверенности, я думаю по торговой какой-то уверенности. Ну и в моменте ты грустишь. Но на финансовом результате это особо не отражается? Скорее да. И это идеально, мне кажется. Если ты не теряешь, ну просто расстроился. На следующий день проснулся и такой, как с чистого листа? Ну почти так. Несколько дней может быть? То, что ты занимаешься самобичеванием? Может быть, если рынок не прям активный. Если рынок не летает, если рынок не дает каждый день моей ситуации, и я вот пропустил эту единственную там за неделю ситуацию, я могу пару дней походить. Блин, как же так? Почему именно в эту минуту я отошел? Вот. В целом, но чаще всего, я думаю, это в течение дня заканчивается. То есть вечером побежусь, посмотрю на то, что я пропустил, пойму, окей, ладно, какие-то выводы сделаю. В общем, чаще всего ты легко отходишь. Думаю, да. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, было интересно и полезно. Ставьте свой трейдерский лайк. Пишите обязательно в комментариях, кого бы вы хотели видеть еще. И всем хорошего трейда. Андрей, всем пока. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok